Ребята, всем привет! Вот я снова снимаю на Хромакее, думаю, что вы злитесь, хотя мне кажется, что это прикольно. Чем мне нравится Хромакее, так это тем, что я могу поставить туда что угодно. Я знаю, что всем нам поможет пережить панику. Подписка на мой канал, потому что я буду здесь постоянно поднимать ваше настроение, шутить, смеяться, показывать вам всё-всё-всё, делиться новостями, советы раздавать, всё такое, показывать то, что происходит за стенами моего дома, когда поеду на дачу. В общем, напишите в комментариях вообще, в принципе, как у вас дела, потому что я сижу дома, это просто, так знаете, маленькое вступление новостей. Я саму себя посадила на карантин, я думаю, что многие тоже так сделали, дабы избежать всяких неприятностей, которые могут нас окружать на улице. Кто-то со мной не согласится, кто-то сейчас вообще путешествует по всему миру, кайфует. Этим людям я могу сказать, давай, до свидания, удачи, а я посижу спокойно дома, позанимаюсь тем, чем давно хотела позаниматься. Но об этом тоже будет отдельное видео, чем заняться дома на каникулах, так называемых, и вообще, чем буду заниматься дома я. Ну а это видео о том, что в моём телефоне. Я давно хотела снять такое видео. Мне показалось, что сейчас, поскольку многие сидят на карантине, будет прикольно выпускать почаще видео, поэтому решила выпустить и такое видео тоже. Не знаю, много нового я вам расскажу или нет, но, по крайней мере, поделюсь с вами тем, что мне нравится, чем я пользуюсь, и надеюсь, что буду вам полезна. Понятное дело, вы видите всё, что происходит в моём телефоне, приложения, какие у меня здесь есть и нет, и так далее, и тому подобное. Я не буду, наверное, вам делать какие-то обзоры на ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, ТикТок. Это вот те приложения, которые стоят у меня на самом верху, то, чем я чаще всего пользуюсь. А, ну я захожу туда, наверное, только веб-шеп читать ВКонтакте, в принципе, мне туда больше не зачем особо заходить, но иногда всё равно посижу. Инстаграм, ну, понятное дело, Инстаграм, моя любимая соцсеть, куда я выставляю фотки, сториз, постоянно с вами делюсь чем-то, показываю. Сейчас ещё очень часто снимаю трансляции, поэтому обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Ну и Ютуб, это то, где вы сейчас сидите и смотрите это видео. Надеюсь, что вы на меня подписаны, хотя я знаю, что дофига людей на меня не подписано, кто смотрит мои видео, мне это вообще непонятно и очень обидно. И, ну, типа, что за фигня? Если вам не сложно, не жалко, если вы любите меня, любите смотреть мои видео, то, пожалуйста, подпишитесь. Мне кажется, что это будет самое большое и главное проявление вашей любви ко мне. Ваша подписка. Тикток. Что могу сказать про тикток? Тоже подпишитесь на меня, пожалуйста, в тиктоке, потому что, поскольку я сижу дома, опять же таки, сейчас я буду много снимать тиктоков. Надеюсь. Следующее, что я вам хочу рассказать, это единственная игра, в которую я сейчас играю. Кухонная лихорадка. Я уверена, что многие из вас знают эту игру, уверена, что многие из вас даже в неё играют. Я начала играть несколько дней назад, потому что, ну, как вы знаете, сижу дома, нечем заняться, тикток надоел, инстаграм, ну, не надоел, но просто везде одно и то же надоели вот эти все темы про то, что сейчас у нас актуально. Я, конечно, всё понимаю, но хочется, хочется как-то немножко это самое, чего-то другого. Поэтому решила поиграть. Чем мне нравится особенно эта игра? Тем, что сейчас реально нет возможности пойти в ресторан. Карантин. Вот вы видите, как классно, быстро я готовлю. Короче, проходите каждый уровень, с каждым уровнем у вас становится всё больше и больше всяких ништячков. Кстати, ссылка на игру в описании. Ура! То ли они хотят чизбургеры, то ли они хотят эти хот-доги. Короче, проходите уровни, у вас появляются баллы, вот эти вот монетки, которые вы здесь зарабатываете, и вы можете покупать себе, в общем, всякий апгрейд делать. Чтобы у вас быстрее делались хот-доги, чтобы булочек было больше. Придётся играть дальше, зарабатывать монетки. На самом деле игра очень простая, но при этом безумно затягивает, потому что с каждым разом тебе хочется пройти на следующий уровень, чтобы у тебя открылось больше всяких приколюшек. Картошка фри, кетчуп, больше сосисок делать, жарить этих котлет. Так что теперь, поскольку, честно говоря, не хочется выходить из дома, предлагаю воспользоваться этим приложением и сделать себе ресторан дома. Итак, следующее, о чём мы с вами поговорим, наверное, это самое важное, то, что есть в моём телефоне, это обработка фотографий. Да-да, вы не ослышались, я уверена, вы знаете. С чего я начну, так это, конечно, Facetune. Хотя, на самом деле, я вам вру. Никакой не Facetune. Прежде чем начать обрабатывать фотографии в Facetune 2, Lightroom, я всегда их загружаю сначала в приложение FaceApp. И сказать честно, я не хотела делиться с вами такой информацией, потому что приложение очень крутое. Оно делает нереальное что-то с лицом. Оно правильно ставит тени, то есть, когда вы накладываете фильтры эти из приложения FaceApp, кажется, что вы просто проделали колоссальную работу в каких-то фотошопах. Но, на самом деле, это приложение просто правильно расставляет тени, высветляет там, где надо, затемняет там, где тоже надо. И я просто в восторге, клянусь, я даже не знаю, что ещё дополнить. Давайте посмотрим, что делает приложение. Я буду показывать пример на вот такой фотографии. Она абсолютно без фотошопа, без всего. Я тут вообще не очень. Поэтому давайте сделаем из этого конфетку. Во-первых, хочу сказать, что это приложение платное, оно стоит денег конкретных. Но, если вы всё-таки решите, например, его купить, я думаю, что вы об этом не пожалеете, потому что я была готова отдать эти деньги за это приложение. Причём я купила, по-моему, подписку на год, оно что-то две с чем-то стоило. Ну, короче, дофига, но я просто понимаю, что я без этого приложения не хочу жить. Оно классное, реально. Первое, что мы здесь видим, вот это вот Impression. Impression. Здесь есть разные эффекты, которые на лицо накладываются. Сейчас мы все потестим, посмотрим. Некоторые из них не нравятся мне абсолютно. Я пользуюсь только определенными. Я их вам тоже сейчас покажу, продемонстрирую. Вот вы уже видите, что делает это приложение с лицом. Вот вы можете наблюдать, что где-то он мне высветляет. Вот, например, как сейчас на лбу что-то такое, да, где-то затемняет. Есть вот такие. Есть разные, вообще странные, которые очень плохо ложатся. Вот, как, например, вот этот глянец, который два. Ну, типа, странно. Конечно, ресницы отпад, да, но куда смотрят мои глаза? Куда смотрят глаза? Непонятно. То есть, непонятно. Где-то на каких-то эффектах можно выбрать степень, типа слабую, среднюю, сильную. Hollywood 4, давайте посмотрим. Вроде неплохо. На втором, по крайней мере. Ну, да, вот посмотрите. То есть, сразу ощущение, что тут какой-то фотошоп нереальный. Очень-очень мне нравится. Конечно, не все идеально. Для этого наверху есть такая вот штучка. Типа, стереть можно. Например, нос мне вообще не нравится. Что-нибудь с моим носом взял. Хотя он у меня и так кривой какой-то был тут. Ну, короче, чуть-чуть где-то подправлять можно. Можно губы убрать. То есть, допустим, не знаю, глаза. То есть, в принципе, останется как было. Только все остальное поменяется. Но я сейчас это делать не буду. Мое любимое, одно из любимых, это шелк. Иногда я его использую прямо полностью. Точнее, чаще всего я полностью использую. Но не везде мне нравится. Потому что уж сильно как-то он все это размазывает. Но так, если посмотреть, то видно, да, что он делает. Что он высветляет где-то. Губы вот только странно выглядят. Что мне иногда не нравится. Но брови тоже классно он обрабатывает сам. И Hollywood 2 мне безумно нравится. Это, наверное, чаще всего я использую. Потому что вроде не сильные изменения. Но при этом что-то он подчеркивает. Делает лучше. Реснички почетче. То есть, ну, короче, классная штука. Всем рекомендую. Также здесь можно наложить макияж. Некоторые, конечно, безумно ужасные. Например, вот. Сейчас покажу вам. Вот этот. Ну, типа, я не знаю вообще, кто этим пользуется. Я пользуюсь макияж 2. Вот, посмотрите, что он добавляет. Он совсем чуть-чуть... То есть, тут небольшая разница. Он, наверное, чуть-чуть губки как-то добавляет. И тофель тут увидишь. Больше, наверное, ресницы затемняет. Вот и все. Тут есть много разных. Некоторые ужасно ложатся, как вот это. Это вообще что? Я не понимаю. Просто отвратительно. Вот это тоже мне не совсем понятно. Короче, я всегда использую вот этот. Типа, макияж 2. Следующее, что здесь можно сделать. Это тоже классная тема. Во-первых, можно челку наложить. Но я этим не пользуюсь. Мне челка не нужна. Но на самом деле выглядит достаточно правдоподобно. Так, если посмотреть, подумать... Вы наблюдаете, да, за экраном? Ну, посмотреть, поугарать прикольно. Потому что реально выглядит достаточно правдоподобно. Но чаще всего я использую прямые. Как вы видите... Ну, блин, даже собаку захватила бред какой-то. Ну, кстати, вот недавно появилась функция. То, что можно стереть. Зачем мне собаку вы эту самую чешете? Посмотрите, как он разглаживает волосы. Не везде работает классно. Где-то плохо работает. Но в целом... В целом я часто пользуюсь этой штукой. Вот остальное здесь есть. Этим я не пользуюсь. Можно очки наложить. Мне это не нужно. Ну, вообще, в принципе, это приложение очень полезно. Именно для обработки фотографий. Ну, посерьезки. А не то, чтобы поржать. Хотя поржать тут тоже можно. Например, вот, давайте посмотрим. Ну, как бы, да. Вот это я грущу такая. Так, сохраняем. Следующий этап это приложение FaceTune 2. Я вам буду показывать только то, что я делаю со своими фотографиями. И если вам станет интересно, если вдруг кто-то из вас не знает про это приложение, то зайдете, я уверена, потестируете, посмотрите, какие тут есть возможности и все такое. Ну, много чего можно сделать на самом деле. Вот сбоку я показываю вам то, что я делаю сейчас. А с другой стороны показываю вам, как я убирала фон. Но на самом деле я не очень люблю таким заниматься. Это просто был такой пример. Только что сфоткалась. Так, все это сглаживаем, чтобы было гладенько. Вот видите, после приложения FaceUp мне, в принципе, даже нравится мое лицо. То есть, как бы, особо даже никакой пластики мне не надо. Но я не знаю даже, что тут сделать. Можно, как бы, не знаю, лицо похудеть. Куда, правда? Ну, похудеть никогда много не бывает. Поэтому давайте продолжим. Так, что еще? В принципе, тут много всего, но мне особо больше ничего тут и не надо. Там есть заплатка, прыщу брать. Я не хочу рассказать долго про каждое приложение, потому что я уверена, что вы и так все уже давно знаете. Уже 100 миллионов видосов было на эту тему. Следующее, что я вам покажу, это Lightroom, где я обрабатываю свои фотки. У меня тут куча всего. Берем. Допустим, вот у меня фотка была. Смотрите, до, после. Что я делаю? То есть, по эффектам, видите, не особо сильная разница. Но я такая, типа, загорелая. Я просто копирую настройки, вставляю. И вот что получается. Ну, такое. Вот у меня тоже что-то было. Тут я тоже везде использовала этот FaceApp. Видите, что с губами. Вот кажется, что я накачала губы. На самом деле, это просто приложение FaceApp так тени расставляет. Вот. И, в принципе, мне нравится. Ну, короче, вот эта фотка, как вы ее видите, я ее в Инстаграм не выставляла, потому что она не настолько классная, чтобы я хотела ее выставить. Но показать, что я делаю, можно. По поводу всяких фильтров, эффектов, что тут, где у меня, как. Это все индивидуально. Какие-то пресеты у меня были изначально. Какие-то там даже я покупала. Я просто их крутила под себя. И постоянно, в принципе, под каждую фотографию я меняю эффекты, пресеты, скажем так. Кручу, верчу. То есть, тут можно прикольно поменять цвета. Зеленые там сделать синим, например. Не знаю. Где тут синее? Синее где? А, ну вот. Бутылку сделать, например, зеленую, синий. Либо зеленый. То есть, как захочется. В принципе, я больше нигде фотографии свои не обрабатываю. Но на самом деле, очень классная тема. Полезная, особенно в FaceApp. И я до последнего не хотела вам рассказывать, потому что теперь все будут это делать. И вообще, на самом деле, меня бесит, когда блогеры не делятся чем-то полезным, реально классным. Чем они пользуются сами. А говорят то, что это я сделала в другом приложении. Вообще. Также, конечно же, в моем телефоне есть приложение Snapchat. Я думаю, тоже вы знаете все это приложение. То, что здесь можно накладывать разные фильтры, эффекты. Я тоже очень люблю это приложение. Часто им пользуюсь. Заменяет какие-то там маски в Инстаграме. Поприкалываться тоже можно. Вот. Мне кажется, самая сейчас актуальная маска. Что еще тут есть? Привет! Ну, для сториз, так знаете, прикольно, в принципе. Поржать можно тоже иногда. Вот. Что еще? Да ладно. О! Это я ребенок. Я думаю, что многие из вас уже знают, да, где все это брать. Просто так странно все. Вот это мне больше все нравится. Раньше я пользовалась приложением Planoly, но я перестала им пользоваться, потому что я сама могу расставлять свои фотографии в Инстаграм. Но суть этого приложения в том, что вы загружаете сюда фотки и можете их расставлять так, как они будут выглядеть в ленте. И типа можете контролировать красоту в своей ленте. Я, на самом деле, прекратила в какой-то момент этим заниматься, потому что зачем? Я пользовалась этим приложением около двух-трех месяцев. Оно тоже платное. Мне это не понравилось, потому что у меня каждый раз писалось, по-моему, что-то, блин, то ли 400, то ли 600 рублей. Ну, извините меня, я что, совсем слепая курица, не могу сама расставить свои фотки в Инстаграм. Конечно, может, это не так идеально, но у меня с самого начала была какая-то тактика, я ее придерживалась. Типа в шахматном порядке расставлять фотографии, сначала вот это, вот это. Но если посмотрите мой Инстаграм, то увидите. Но на самом деле все это такая фигня. Вот я, когда старалась вести ленту как-то необычно, как всем было, по-моему, так и осталось. Сейчас выставляю фотки так, как захочу, в такое время, в какое захочу, просто сфоткалась в зеркало. Например, всем нравится, поэтому я забила фиг на все эти пленели, все это пигня. Да, Инстаграмы есть красивые, но я не спорю, есть классные красивые Инстаграмы, но что-то как-то... Я хочу живой Инстаграм, прикольный, активный, поэтому такое. Также есть вот такое приложение, правда, не знаю, как его назвать, но суть в том, что оно делает вам вот что, с фотками. Я думаю, что вы видите, можно сфоткать. Вот, например, я вас сфоткаю. Сейчас посмотрим, что будет. Ну, где? Показывай. А, ну вот. Какая-то фигня. Хотя меня там видно, видите, как я вас сфоткаю. В общем, он накладывает всякие эффекты, типа старая фотка, бла-бла-бла. Перевернуть-то, как мне себя сфоткать? Не представляю, что там сейчас получится? Фу, ужас. Фу, я это не буду оставлять вам показывать, в смысле. Допустим, сфоткаем маникюр. Ну вот. Ну, короче, вы поняли. Также иногда я пользуюсь вот этим приложением, которое называется LD. Здесь можно накидывать всякие фильтры, типа блёсточки, фигню всякую, снег, когда это было актуально. Да, я тоже, кстати, пользовалась иногда этим приложением. Но, честно говоря, я не люблю вот этот искусственный снег. Это, конечно, иногда прикольно можно вставить, но в целом обычно это выглядит как-то неестественно. Ну, как-то мне так кажется, не знаю. Но в целом тут тоже есть прикольные фишечки, которые можно использовать. Вот сейчас я даже найду. Вот дым, например, прикольно можно использовать где-то. Но, знаете, всё равно, как бы фотка сразу выглядит, ну, неестественно. Видно, что её обрабатывали. Вот. Ну, в принципе, нормально, как будто бы я в кальянной сижу с собакой на дне рождения. В общем, вот такое. Можно добавлять несколько. Можно ещё поставить сюда снега. Его можно сделать потише. Также мне нравится приложение 8ММ. Оно, по-моему, тоже платное, если не ошибаюсь. Но вот даже, видите, оно мне зелёный фон сделало синим. Тут много разных эффектов. Они все такие, типа старая камера. Вот такие, вот такие, вот такие. Чёрно-белые. Но мой самый любимый это вот этот. И тут тоже можно менять. Вот что я вижу перед собой. Комп. Сижу вот так вот, да. Сверху нарядные, а тут шортики. Ну, а что поделать. Вот я хочу на какой-то видос свой поставить эффект из этого приложения. Сейчас только выберу другое что-то. Вот. Я просто записываю. И он мне ставит. Тут ещё слева, вот здесь, вот не знаю, как показать. Видите? Вот эту штучку. Эта штука отвечает за звук. Вы можете поставить звук с видео, чтобы шёл, как у меня сейчас. Ну, и последнее, наверное, приложение, в котором я обрабатываю видосы для ТикТока. Что бывает редко, но всё-таки обрабатываю. И, наверное, даже вот сейчас на днях, или, может, даже сегодня я буду снимать ТикТок, типа Vine. И буду тоже его обрабатывать в приложении iMovie. Я думаю, вы все знаете. Возьмём вот это видео с Вивьеной. Ну, например. Здесь есть звук. Вот такой. И, допустим, я хочу нелегально скачать музыку. Точнее, не скачать, а наложить её на видео, но при этом не покупать её в iTunes. Всё, чё-то. Не через ком всё это делать. Я просто записываю или сохраняю видео с ТикТока, где есть такая музыка, которая мне нужна. Скидываю это видео сюда, в iMovie. Просто беру и нажимаю «Отделить». И, получается, я отделяю звук от видео. И могу выбрать какое-то другое видео. Например, у меня в телефоне. Сейчас посмотрим, что у меня тут есть. И подставить этот звук сюда. Только здесь уберу звук. Видите, чё получилось? Мы взяли звук с этого видео. Я просто постоянно, когда обрабатываю видосы, и мне нужна туда какая-то музыка, мне приходится её покупать. И, в целом, если какие-то треки, которые мне реально нравятся, я хочу купить, я их покупаю. Но бывает такое, что я не хочу покупать этот трек и слушать его в машине. Нахрена он мне нужен? Он мне нужен только там 20-15 секунд для видосов в ТикТок. Поэтому я пользуюсь вот такой вот схемой. Нелегально. Я сама это придумала. Сама придумала, что это нелегально. Я думаю, что многие так делают. Ничего в этом такого нет. Поэтому пофигу. Ещё что хотела сказать про ТикТок. Меня очень часто спрашивают, как сделать такой дрожащий голос. Так, ребята, всем привет. Сейчас я вам расскажу, как сделать вот такой голос. Записываем, девочки. Так, записали. Так, ребята, всем привет. Сейчас я вам расскажу, как сделать вот такой голос. Голосовые эффекты, вибрации. Так, ребята, всем привет. Сейчас я вам расскажу, как сделать вот такой голос. Записываем, девочки. Вот так, мои хорошие, вот так вот и делаем Пожалуйста, посмотрите Мое новое видео Мне очень грустно, я вас всех так люблю Пожалуйста, не болейте, смотрите мои видео Смотрим, что получилось Пожалуйста, посмотрите Мое новое видео Мне очень грустно, я вас всех так люблю Пожалуйста, не болейте, смотрите мои видео Вот что у нас получилось Пожалуйста, посмотрите Вот вам и готовый мем, спасибо, пожалуйста Да, и не забывайте подписываться на меня а также в ТикТоке, потому что я там тоже часто что-то выставляю, ну, в последнее время не очень часто, но сейчас буду опять много снимать, выставлять, и если я вижу, что вы очень активный, то я буду безумно рада, еще меня спрашивают, почему у меня нет галочки, не знаю, как ее получить, вот. Ну и, в принципе, наверное, на этом все, мне кажется, что я рассказала вам все, что хотела, я много особо чем не пользуюсь в айфоне, в телефоне, мне немного нужно, там, какие-то развлечения, соцсети, а, Телеграм, простите, умоляю, простите. Последнее, что я вам хотела рассказать и посоветовать, я думаю, что сейчас это будет как раз кстати, есть Телеграм-бот, называется он киносериал-бот, сейчас я вам даже запишу, как это все выглядит, сюда пишите сериал, дневники вампира, и он нам предлагает, и самый кайф, что мы берем просто и скачиваем это все на телефон, и можем смотреть это и в самолете, и без интернета, то есть, видите, у меня уже все скачанное, давайте, ну, для примера возьмем какую-нибудь серию, там, пилот она называется, вот, берем, качаем, как раз видно, как работает мой интернет, домашний, я давно хотела вам рассказать про этот бот, потому что я давно им пользуюсь, но что-то как-то постоянно забывала, и не было подходящего видео для этого, наверное, и вот решила рассказать, так что пользуйтесь. Ну и все, на этом все, реально, я сказала все, что хотела, мне кажется, я надеюсь. Надеюсь, что вам было интересно, больше всего, я надеюсь, что я была полезной, я понимаю, что такие видосы, наверное, достали, потому что их миллион, все снимают постоянно, но я надеюсь, что хоть что-то, хоть одно что-то классное, полезное я вам сегодня рассказала, и если так, то поставьте этому видео палец вверх, подпишитесь на мой канал по-братски. Всех люблю, целую, обнимаю, пишите в комментариях, что думаете, что вам нравится, чем вы пользуетесь, рассказывайте про свои классные находки, приложения, я буду вам тоже безумно благодарна, если что-то найду классное благодаря вам, поэтому, ну и не болейте, сами знаете, будьте здоровы, всем пока!